Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас из Норвегии, из города Осло. Я очень надеюсь, что все нас видят и хорошо слышат. Сегодня у нас мастер-класс с Андрю Ванг. Ему 14 лет. И он сыграет сегодня для вас одну часть сонаты Моцарта, «Сибирь Мор Мажор», «Крепель 570». Затем он сыграет два этюда Шопена, 20-й и 22-й. И мы немножко поговорим. Мы будем с ним сейчас общаться на английском, хотя в обычное время мы говорим по-норвежски. А потом я буду переводить на русский язык, как это у нас обычно имеет название. Я только очень быстро сейчас проверю, смотрите вы или нет. Трудно сказать, потому что все вроде бы функционирует как обычно, но пока никто не проявился там, поэтому я очень надеюсь, что все в порядке. Мы переносили этот мастер-класс как минимум два раза, потому что, как вы знаете, сейчас время не такое простое, и очень многие сидят в изоляции. Мы закрывались почти на месяц, вот сейчас вот в последнее время, и снова вышли вчера, но сегодня почти был на грани срыва снова этот мастер-класс, потому что были какие-то новые правила и так далее. Но тут только можно, как говорится, пальчиком держать. Ну что, поехали тогда, да? Окей, мы начинаем с санаты музыки. КОНЕЦ 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 Браво! Браво! Это очень хорошо! Мы работали с этой писью, но мы можем посмотреть на некоторые детали более и более. Мы уже достаточно работали над этой сонатой, но, конечно, всегда есть еще о чем поговорить, и особенно о образах, и особенно о содержании каких-то мотивов, и почему именно так композитор думал, а не иначе. Это все очень важно, и если мы будем говорить только о технологии, скажем так, о том, как надо играть, и не будем говорить о том, почему так надо играть, то будет очень трудно. Особенно в классической музыке, особенно в музыке Моцарта, где очень много эмоций, очень много выражений чувств на короткий промежуток времени. Мы также говорили с Андрею о том, что очень много у Моцарта идет мобилых оперы, от каких-то театральных сцен, ну, скажем там, сочетания, перемежающиеся арии, дуэты и тупти, соло и так далее. Мы также говорили о том, что очень много идет от промежуток промежуток. Вот, например, первая фраза написана короткими лигами, и нам очень важно представить себе здесь скрипочку, которая играет именно с точком язык вверх, в то же время не развалить эту фразу. Вот над этим мы достаточно много работали, и мне кажется, у Андрея достаточно хорошо получается сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы можете играть на самом деле, и я могу играть. Хорошо, это звучит хорошо, но когда я смотрю, вы делаете больше движения, чем Мотов вообще. Потому что он делает одну движение, на пол, я хочу break your hands 1, 2, 3 1, 2, 4 4 5 сейчас он немножко зажал now you are little bit tense so just try to relax Я немножко преувеличила, конечно, чтобы было доступнее. Он немножко поднимает плечи вместо того, чтобы поднять руки. Relax on your shoulders, but lift your arms. And now we are thinking about big breaks. Okay? And you continue. Long, pivoting, long, pivoting. Even we have breaks. Даже если у нас есть какие-то маленькие дыхания между этими мотивами Моссарта, все равно фраза должна продолжаться, потому что это музыкальная мысль одна. Okay? One round. Even more. Even bigger. Just continue all the time. It's too much. Lift your hands, but don't stop. Go. Yeah. Why I am doing like that? Because I want you to go further. Я хочу, чтобы он все время как бы думал немножко вперед, дальше, в следующий такт, потому что мысль музыкальная не такая короткая. Несмотря на то, что штрихи короче. Вот штрихи короткие, а мысль музыкальная длинная. Вот это надо как раз пытаться сделать. Okay? Вот так. Ладно. Very wrong phrase. Very wrong phrase. Very wrong phrase. Okay. You. Yeah. Варьба. Даже если у нас есть один и тот же аккорд, та же самая функция, она в разных вариантах написана. Все равно надо как-то, каким-то образом обозначать, показывать. То есть. Он хотел что-то игривое сделать. A little bit more like a game. With a smile. No. Why? Stop it. Yeah. Because it's nothing with timbre. But the last note. No. 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 Мы также говорили о том, что в следующем эпизоде очень хочется играть. То-то-то-то-то. Но там есть не восьмушка, не шестнадцатая, то есть не восьмушка, а там есть шестнадцатая. И почему это так важно? Мне кажется, Мотов хотел больше поиграться с нами здесь. Именно поэтому там шестнадцатая. Более того, она стоит там стаккадом. И вот любая интонация, она здесь противоположна. Окей, почему шестнадцатая? Почему шестнадцатая? Не восьмушкаro, не восьмушка. Потому что она хочет играть с декой, еще и еще и еще и декой. Не восьмушка. Но восьмой раз. Такой Моцерт, у него все очень по-разному бывает, и очень все мелькает, как рейдоскоп. Так, идти ту серию. Гоу ту диез. Да, хорошо, но это немного как стейк. Опять же, длинный фрейм. Не так, не так, не так, не так, не так. Как-то так, сник второй раз. Не обязательно сникать, совершенно не обязательно. Можно просто чуть-чуть по-разному, но так же бодро. Ну, может быть, чуть-чуть, когда ты только что улыбался и после этого чуть-чуть скупсился, как ребенок. Вот это и есть Моцерт. Да, чтобы скупсился, даже если иди на немного. Но вроде так. Также вот как понятное смрачный. Когда ты�도 чить это, т.к. Что скупсисляет? И юно-серие белый та же белый. Но немного плохого. Уст 강уб tips. Только э甚麼 디자ентно. Увидимись! Владимирque, как и первое gaan! нач Bandку, времяimatоза. е телевадение, « 순간керматы». что сейчас происходит да очень просто кулисы какие-то или сцена какая-то или что-то изменилось причем очень резко вдруг вдруг какой-то совершенно другой что-то очень серьезное и что-то очень такое прерывающие наш вот он серьезный появился что-то серьезно сказал а потом после этого шинейца пиене okay play it but without reducing the tempo and think all this g-minor something different again movement movement without rushing я говорю что нужно все время внутри какое-то иметь движение особенно когда вторые скрипки пошли длинная линия опять и теперь уже по-другому совсем да но я не слышу я думаю что это в принципе очень хорошо единственное что если опять придираться здесь то можно придираться под этим акцентом но но тем не менее мы все равно в этом модусе находимся в форте и очень ярко потому что потом после этого один сольный инструмент вступает две руки и он вступает на фиан и 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 немножко надо как бы чуть-чуть ответить больше за свои эмоции не просто сыграть мягко примеру или ну еще раз мягко а как-то все-таки наполнить еще больше еще больше еще вот такая эмоция и заканчивается все завершается опять велочей важнее потому что во первых у нее длинные ноты значит она больше поет а вторая второй инструмент скрипка как раз и продолжает играться с нами потому что здесь уже были такие моменты и и все время он сопоставляет чуть-чуть более серьезно и что-то элегантное и более игриво начало и и и и и и Я всегда вспомнила, как инструменты в орфестре могут играть. Например, фрюд. Здесь как-то очень подходит представить себе флейту, которая играет вот эти, вот эти, вот такие. И потом пропустила эту трелли и прямо, я не знаю, как-то ее... так, да? Глупо, да? Да. But in the left hand you must have very good support. Левая рука никогда не должна здесь тормозить. Это очень такая типичная здесь, не то что ошибка, но просто трудно, да? Очень трудно сыграть левую руку, когда трелль правый. Так, чтобы она была действительно поддержкой, чтобы она не мешала, так мало того, она еще ввела бы эту трелль туда в конец, да? Да? Я не могу сказать. Окей. From the end. To the end. Окей? Сейчас конец был, да? Ро-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Очень важно здесь не застрять. Очень важно, что вы не... Слуху, вот здесь. Девушки. Девушки. Да, но вы должны, как-то, как-то. Принципы, вот здесь. Девушки. 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 Окей, five. Здесь у нас получается, Моцарт сразу же дает модуляцию в разработке. Ну что, нам надо удивиться больше. Этого недостаточно. Моцарт сразу же дает модуляцию, Моцарт сразу же дает модуляцию, М-царт, Моцарт сразу же дает модуляцию, Моцарт. И в то же время ей надо еще и подпеть. Поэтому не игнорировать эту руку. Не игнорировать эту музыку. Смотрите, какой интересный момент. Он делает реми, моль, мажор. Реми, моль, мажор. Семи, моль, моль. Уменьшенный. Реми, моль, моль, моль. Да, как бутом мажора. На самом деле в ле, моль, моль, мажор. Перешли. Теперь в доминанте. Реми, моль, 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 моль. И вот получается, что он нас из реми, моль, мажора перевел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, четыре. Всего четырех церковных. Fifteen, fourteen bars. We are already from this to there. That means we go a little bit more complicated way. Not so simple. Right? That means that we have to show these colors in these colors. Все краски аккордовые надо показать. Все модуляции. При этом оставаться в темпе. Вот что трудно понять. Вот. Окей. Лас моя конец. Рам-пам. Ре. Ф. Гер. Ас. Ф. Гер. 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 Брян ещё. Гер. Гер. Брян. Гер. Let's go. Not weaker. Here you can give you the time. Yes. The cello. It's your voice. The cello most. The cello now more important. Because the cello's more important. Yes. When the cello's more and more, it will start to play the music. It will start to play the night and it's some kind of fun. But left must not show that she is unsure. Анжуа. Как Станислав сказал, не верю. А потом перехватывает скрипка вот эту же самую длинную тему, да, и вот этот диалог, он должен быть равноправным, равноправным. И вот этот диалог, он должен быть равноправным. Он должен быть равноправным, 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 равноправным. Сейчас она добавляет скрипке, покачка вот эту самую длинную тему, да. Он должен быть равноправным, равноправным, равноправным. А потом и самую длинную тему. И так далее. И так далее. Сейчас реприза, поэтому очень много повторяется, и поскольку у нас еще два этюда Шофена, то я думаю, что надо уже к ним переходить, потому что времени не так много, как кажется, на первый взгляд. Учитель, который работает уже с учениками более сорока лет, уже чувствует нутро, сколько времени. У меня сейчас нет часа, но мы думаем, что дальше должны пойти, чтобы что-то успеть еще. Значит, у нас этюд 20, оп. 25, номер 8 Шофена. Как вы знаете, это один из самых трудных этюдов, написанных секстами, написанных секстами и в правой, и в левой руке. Это полагает огромные растяжки, и в то же время нужно играть много легатов. Но я думаю, что Эндрю справляется, и хотя задача очень трудная, тем не менее, уже где-то мы и находимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok немножко просто как бы пройти еще раз вот эти главные моменты вот что мне кажется очень важно здесь правая рука написано так что весь так левая же рука из-за того что там скачки из-за скачков там получается у нас две лиги в любом случае а правая это одна лига и поэтому педаль должна помочь так с этим легата чтобы не слышно было вот этой смены и вот этого скачка «васа на сестре» Паса на сестре Okay! Because we have one ball here, and two balls there… Close. So it's unavoidable to jump, right. Но стирок может помочь в этом положении. И если вы использовали тирку, то это будет хорошо. Это самое важное. Вы можете попробовать. Если вы можете начать здесь, то мы чувствуем, что вы начали. Следующую фразу надо просто начать. Надо очень-очень быстро и реактивно сообразить, что каждая фраза начинает чуть-чуть мягче. Батн, without lifting the body. Я буду играть чуть-чуть в конце концов. Это немножко более ответственное место, поскольку нарастание идет. Поэтому нужно делать именно влевые руки. Вот эти нарастания. A little bit more left hand when you go crescendo. And without stopping. Да. Very good. But when you first try to slow a little bit down, don't slow down all the time on the last part. Just a little bit in the beginning. Last two notes. Чуть-чуть тормозить надо буквально на последних нотах, а не заранее. Если заранее, тогда мы потеряем фокус просто. Okay? Once more time. Okay? Once more time. Okay? Let's try once more time from the beginning and the whole page. Okay? Before B. B minor. Мы продолжим. Парни. Мы продолжим. Т。 До-до-до-до-до-do Хорошо. Это хорошо, но это немного натуральное Еще раз еще раз Мы должны найти какую-то золотую середину, чтобы у руку было очень приятно это слышать, чтобы ощущение было того, что это происходит очень естественно и само собой. Вот здесь есть место, где мы не имеем какие-то специальные вещи, так что, реликс, окей? Мы просто начинаем. И еще немного больше. Если что-то хочешь сделать, какое-то нарастание и спать, только один раз, не надо много раз делать, и тем более двигаться телом. Играет музыка. Субтитры создал DimaTorzok Very good here, but the end was a little too active. Я думаю, что здесь нужно начать с форте, потому что мы имеем очень длинный форте, нам надо выдержать коду, это очень все трудно, страшно трудно пальцами делать, поэтому здесь надо начать больше динамики, чтобы смочь сыграть это все до конца и последний массаж выдержать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я говорю, что если бы он плечи еще не задирал, то было-то совсем замечательно, потому что, по-моему, очень, естественно, хорошо звучит. Недавно в подтверждении моих слов услышала одну небольшую лекцию, где один человек, не помню, к сожалению, имя его, говорил, что все есть в природе, человек ничего не изобретает нового. Если нам внимательно посмотреть и изучить какие-то определенные законы природы, движения, все, что мы видим вокруг себя, мы можем это применять в искусстве, в музыке, в фортепьяной технике и так далее. Вот делаем жест какой-то или кидаем что-то. Все это можно сюда перенести абсолютно. Вот почему нужно играть, допустим, конец громко или как-то активно, если мы завершаем, мы же делаем какие-то завершения, предложения, движения рук и так далее. То же самое здесь, то есть ничего нового, собственно говоря, для того, чтобы нам сделать большой жесть на большом расстоянии и большой пассаж, нам нужно начать, конечно же, очень расслабленно и потом как бы вот сжаться. Тогда получится все, потому что одинаковым ощущением рояля это сделать совершенно невозможно. Собственно говоря, в этом секрет техники заключается, чтобы играть разные вещи разными прикосновениями, разными частями своего тела, руками, пальцами, при помощи плеч, даже всего тела, если это массивная техника и так далее. Вот, собственно говоря, как оно работает. И что хотела сказать? Да, и как сказал мне Гаусс, на рояле должно быть играть легко. То есть имеется в виду, что когда у тебя есть какая-то идея, то нужно эту идею воплотить. Да? А для того, чтобы воплотить идею, нужно, чтобы руки тебя слушались. Вот и все. Так я интерпретирую эту правду. Так что, если вы находите вот это правильное сочетание расслабления и напряжения, то есть это очень важно. Это уже, вот эта диалектика, она уже нас очень сильно продвигает вперед. То есть для того, чтобы играть этюду Шопена, в принципе, которые страшно трудные и требуют невероятного владения свободой технической и так далее, нужно именно научиться вот эту диалектику понимать, где уметь расслабиться даже в какую-то дуру секунды, в секунды, а потом, наоборот, сжать все и выдать до последнего. Вот это самое и происходит в этом этюде. Я говорю сейчас много по-русски, потому что мы с ним уже это обсуждали. Вот, по-моему, он очень хорошо поработал и справился. Сейчас у нас 22-й этюд, то есть опус 25, номер 10, октавный этюд Шопена-Семенова. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 посылаем его в совершенно не нужно место. Почему это происходит? Потому что эмоция есть, чувствуем, как надо это сделать, но как-то нет вот этой вот координации между пальцем, рукой и, причем и тем, как ты это слышишь. Вот над этим нужно очень много работать. И это, в принципе, не только у него, а и у многих. В частности, в ситуации, когда ребенок или подросток шел немножко ни шалка, ни валка, а потом раз, и вдруг начал играть очень трудные произведения, тогда могут такие вещи происходить. А у нас так примерно произошло, что не все время было такое развитие. Кстати говоря, я считаю, что это очень хорошо, потому что, когда маленьких детей засаживают за инструмент, когда они сидят, но и что занимаются, это, конечно, приносит плоды определенные, но с другой стороны лишает их инициативы и свободы. Поэтому здесь нужен какой-то очень хороший баланс. Вот у Андре произошел скачок очень мощный последние пару лет, и я очень рада, потому что он меня радует каждый день. Еще он играет санату Паракофьева первую, он тоже должен быть очень хорошо. Окей, in the first part, all things function very well. Only one thing I would like to say. When you show these long notes, I hear them, but for me they are a little bit short, like that. So if you try to provide these notes, I just played chords where we have this note. Я сейчас играла только те аккорды, где эта длинная нота присутствует. Без заполнения, конечно, это не звучит. Вот. Значит, что я хочу сказать, что вот эти длинные ноты, которые он пытается показывать, их надо немножко длиннее играть, потому что, когда они показываются, но в то же время они не тянутся, то эффект уже не тот. Окей, вы understand what I mean? So longer, longer, these long notes are a little bit longer. And go here and don't stop. Point is that you play like accents Я говорю, что вот эти кроматические октавы, они могут помочь заполнить вот это пространство, вот эти длинные ноты, чтобы они не звучали, ну, как-то отдельно. То есть их надо все время продолжать, эти длинные ноты, тогда будет какая-то мелодия, а не просто вертикальная нота, которую мы выделяем. Much better, much better. And now you have to think like long, long melody. Don't be afraid. Just go, just go. But these notes, they're not always with enough legato. Listen to the resolution. And continue here. Because we have resolution, right? What about more legato? Немножко больше legato нужно играть вот здесь. Хотя, совершенно не обязательно соединять буквально. В этом все искусство заключается. То есть, как мы соединяем, да, ушами в первую очередь соединяем, да, конечно, мы должны руки свои заставить это делать. То есть, они могут, в принципе, буквально и не соединяем, но они не соединяем, да, и не соединяем, да, и не соединяем. И как истови, да, и соединяем, да, иди костя, иди костя, иди костя. да не тратите вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, потому что sort of this developing we need to have a little longer pedal here to provide the music Я говорю, что музыкальная мысль И подъем там ей, поэтому в кончемся нельзя короткую педаль здесь вот и держать ее или можно взять чуть позже и поменять поменять а здесь держать сюда подняться и осторожненько менять а но и 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 Да, окей, but not enough clean in the left now. Да, 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 да. . Hand-ma-ma-ma-ma-ma, if you go do it like this. Ooh- Rou- Rou Rou rab. Elizabeth. In the same pedal. Change. без остановок та же самая педаль да, ну конечно я там сделала сделать осторожно реке да, ну извини, пацаны без пока стоны такие да, 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 Rafda масон Он не держит бас, поэтому не звучит. Музыка. 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 Вы должны вот этот голос послушать внимательно. 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 Он доводит нас до такого как бы градуса здесь и дает нам вот этот аккорд выразительный. Чтобы мы на нем повисли перед фирматой. Чтобы продолжить дальше уже и идти вниз. Здесь мы зависаем, а потом идет вот этот. Совсем другое уже направление движения. Вы должны вот этот голос послушать внимательно. Вы должны вот этот голос. Вы должны вот этот голос. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И потом вдруг как опомнится, и вот эти октавы снова на голову сыпятся тебе. Я думаю, что вы могли бы дать больше здесь, да? Добавил суббор. Да, па, 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 па. Но, я имею в виду, как Шопен написал, он должен здесь дать все, что может и абсолютно упасть без чувств, без сил, как это делают спонсмены, когда добираются до финиша так что вы должны дать абсолютно все, что вы имеете в виду, и не остановиться, и тогда вы сможете быть натурально exhausted, как спортсмены это еще больше энергии и абсолютно the same все на одном дыхании здесь нужно играть и выдать все, что можно ну вот, думаю, что мы сейчас закруглимся конечно, в обычном режиме мы работаем немножко более подробно и может быть не три произведения а, к примеру, одно если оно большое и сидим над деталями, и картин, и так далее но здесь немножко другая ситуация поэтому я попыталась вкратце рисовать как примерно какие вещи для нас являются важными как мы работаем над ними и что главное собственно говоря, да, не просто музыкальная какая-то фантазия и картина а еще и знать, почему это нужно делать и знать, как это нужно делать и тогда, может быть, сможешь пойти к какому-то результату то есть это комплекс очень сложный комплекс разных вещей вот, на этом мы с вами прощаемся сегодня мне очень приятно было снова вас всех увидеть вот, и очень благодарна Андрею за его подготовку и участие еще раз говорю, что это был Андрей Иван ему 14 лет он учится в нашей школе при лепаратуре институте и мы сейчас здесь находимся в классе в институте вот, а я Марина Плясова которая здесь работает в этом институте заведует отделением для одаренных детей на Биге я уже живу практически скоро 30 лет будет как вот, но русские свои корни сохраняю и боже упаси меня что-либо здесь утратить вот, я пытаюсь это сохранять не только в обычной жизни но также и занимаясь писательской деятельностью для меня это страшно важно чего и вам желаю особенно тем кто принадлежит в ум культуре всего доброго